Сейчас я покажу упражнение, которое я делаю сидя, под паранацию Значит, берется вот такой вот канат и одевается на карабин В принципе, то же самое упражнение можно делать с лямкой Но я акцентированно делаю нагрузку на пальцы Вот сидячую борьбу Потому что именно сидя давление больше идет вбок Чем когда ты борешься стоя, ты как бы работаешь больше на себя спиной Здесь особенность в том, что сидя все-таки идет движение больше вбок Я бы на том месте все-таки трос, угол троса закрепил несколько выше И мне кажется, что было бы больше нагрузку Я еще объяснить хотел такую вещь Я прорабатываю тренировки по циклам углы То есть снизу, с середины и сверху То есть я каждое упражнение стараюсь прорабатывать в разных углах То есть специально опускаю трос снизу, одна тренировка Потом вот у меня средняя амплитуда поднимаю И именно еще выше Чтобы именно во всех вот точках при борьбе Стараться проработать именно движение Потому что у всех соперников руки разные У кого-то рычаг больше, у кого-то меньше И соответственно работа тоже на это должна быть направлена Вот И вот таким планом я выполняю В зависимости от режима Допустим работаю где-то 3-4 недели По 6, максимум 8 повторений в подходе С большими весами И допустим потом у меня идет 3-4 недели Я работаю 10-12 повторений Но уменьшаю вес Вот, то есть работаю как на силу Так и на выносливость, скажем так То есть те упражнения, которые я выполняю В диапазоне от 5 до 8 Это больше силовая идет нагрузка Когда 10-12 это уже больше идет На именно выносливость мышц Вот, поэтому И именно всегда надо чередовать Чтобы не было застоя Потому что когда ты выполняешь одну и ту же работу Очень долгое время То мышцы и связки привыкают К одному и тому же ритму, нагрузкам Поэтому периодически надо менять Вот, я стараюсь именно тренироваться циклично То есть вот расписываю цикл Примерно на 6-8 недель Вот, потом смотрю какие у меня стороны слабее Вот, и в следующем, допустим, цикле Больше делаю упор на них уже На слабые стороны Вот, ну а основная работа Это, конечно, крюк, бок И паранация и супинация То есть это как бы базовая Если брать вот тренировку Так же, как и сидя и стоя Единственное, что, конечно, сидя Ты ограничен в том, что не можешь так мощно Подключать спину Как при борьбе стоя, допустим Ну и баланс телом тоже И баланс телом Но, тут есть некоторые нюансы Даже при борьбе силы Сидя можно использовать корпус Потому что вот по правилам Одну часть ягодицы можно отрывать Поэтому я тоже стараюсь бороться Стараюсь вкладываться полностью То есть чтобы шел корпус Никогда не надо бороться даже сидя вот Одной рукой Всегда надо вот по максимуму использовать Если, конечно, это учитывать Надо, ну если мы говорим О спортсменах-инвалидах То, конечно, здесь очень большой фактор Играет кто-то, например, имеет Поражение там позвоночника Он, конечно, не может Допустим, у него Поэтому компенсируется за счет чего? За счет силы бицепса Общая, да? Сила предплечья Ну и, соответственно, базовые упражнения там Есть Вот, кто более подвижный Вот как в моем варианте У нас больше возможностей Мы используем и плечи И спину немножко даже сидя Поэтому вот Вот эти особенности При тренировках инвалидов Всегда надо усчитывать Вот Ну и вот Как я уже показал Упражнения, да? Вот на паранатах То есть вот я прорабатываю Допустим, потом Так же поднимаю Блочок чуть выше Вот И уже то же самое Из этого положения Причем Причем Надо именно закачиваться так Как ты порешься Потому что можно делать много базовых упражнений Но если Они не будут максимально приближены Именно к твоей борьбе К твоим особенностям То даже в базовых Хотя ты будешь очень мощный Но на соревнованиях Как бы Не всегда это может Помочь Поэтому надо стараться Именно Делать то Что ты как бы Вот В борьбе делаешь Вот 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 таким планом И Еще хотел бы отметить Такую вещь Я каждую тренировку Строю таким образом Чтобы В ней было 2-3 упражнения Которые бы Дополняли друг друга То есть Если я работаю Тренировку На паранатор То я Забиваю плечи лучевую Натяжку Да Потом прорабатываю Паранатор Если допустим Я работаю крюк Я потом Забиваю кисть Если я прорабатываю бок Я также забиваю кисть Но уже Меняю угол Прорабатываю ее сверху То есть И так Микроцикл Свою строю То есть Чтобы свои тренировки Совмещать с упражнениями На конкретные группы Потому что постоянно Одно и то же Если ты долбишь То у тебя Быстро очень как бы Организм Начинает буксовать Единственное что Больше Быстрее всего Восстанавливается Это кисть Поэтому получается На кисть я в принципе Даю Нагрузку Каждую тренировку Но опять же На разные Как бы под разными углами То есть Снизу Сверху Ну вот Тяги делаю на кисть Подъемы Завороты Вот И Уделяю конечно Очень много статики Я считаю Статику Это Основа Армрестлинга Потому что Если у тебя Нету статики То какой бы ты там Бицепс не имел Связка не будет тащить И все Поэтому вот Например я Делаю так В двух вариантах Либо я разогреваюсь Просто вначале С маленькими весами Да Потом делаю на угол Статику Удержание Вот Это допустим Беру две недели Так тренируюсь Потом меняю Делаю то же самое Но Сначала забиваюсь На динамику И потом в конце Уже забиваюсь На статику Вот До максимума Делаю удержание Но постоянно Стараюсь Вот менять Вот эти режимы Только тогда Мышцы начинают Как бы быть Отзывчивыми К нагрузкам И Ну как бы Когда происходит Адаптация К нагрузкам Уже Надо Постепенно Добавлять Вот Вот такой вот У меня Как бы Моя методика Моей подготовки Вот Ну и сейчас Больше уделял Потому что я восстанавливался Больше уделял внимание Базовым Уфп Упражнениям А вот уже где-то Середина лета Буду планировать Уже больше Специализированных Тренировок Подключать Спарринг Борьбу Потихонечку То есть Хочу где-то Вот К весне Как и России 2012 года Набрать Оптимальную форму Чтобы уже Вот Выступить В категории До 90 кг По инвестиции